Бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике 15-летний Рустам Ахмад не очень успешно выступил на последнем чемпионате Украины. Шестое место ребенок объясняет сложными условиями для тренировок в последние месяцы. В темноте очень сложно, вообще невозможно работать, особенно на брусьях, на перекладине, потому что не видишь, когда ставишь руку, можешь промазать и сломать себе что-то. Сколько часов в день тренируешься из-за вот этих условий? Из-за условий, ну, до пяти, ну, как только темнее, то есть сразу иду качаться, потому что уже невозможно тренироваться. Вообще, чтобы хорошо начать, что делать, там, вообще добиваться результатов, надо как минимум делать по две тренировки. Из-за протекающей крыши и угрозы замыкания проводки администрация стадиона СКА отключила свет гимнастам еще в сентябре. Временный договор аренды завершает свой срок 30 ноября, когда зал будет опечатан. Родители против переезда 10-й спортивной школы в другие районы города. Этот зал очень удобен. В нем удобно в чем? В том, что рядом школа. Дети приезжают в школу, они отучились в школе, после школы идут на тренировку. Мы, родители, уверены в том, что там смотрят за ними учителя, дети под присмотром, потом они идут на тренировку, они под присмотром на тренировке. Дети не занимаются ненужными вещами. Это очень важно для родителей. И поэтому, если заберут этот зал, то неизвестно куда пойдут наши дети дальше. Средственно-косметический ремонт зала для спортивной гимнастики пообещал найти губернатора Детской области. Деньги якобы выделят спонсоры. Кроме того, Максим Степанов заверил всех, что ведутся переговоры о строительстве нового спорткомплекса для гимнастики на территории стадиона «Динамо». Мы практически уже нашли полное взаимопонимание с обществом «Динамо», для того, чтобы в следующем году совместно на их территории начать строить гимнастический комплекс, которым будут заниматься детки спортивной гимнастикой, художественной гимнастикой, акробатика и батут. Этим деткам нужно до следующего года, пока большие дяди что-то построят, им нужно где-то заниматься. Поэтому я вижу единственный выход – провести здесь элементарный косметический ремонт. Я берусь за то, чтобы найти спонсоров, которые это с удовольствием сделают. Тренироваться на СКА гимнасты продолжат в случае перезаключения договора аренды между городским спорту управлением и Министерством обороны. Для этого нужно отремонтировать крышу. На тот период, пока это все будет проводиться, городское управление физкультуры и спорта Одесского городского совета ведут переговоры с педуниверситетом, с администрацией 59-й общеобразовательной школы. Также родителями было предложено снять на Таирово 400 квадратных метров помещение, которое город готов выделить полмиллиона на арендную плату этого помещения. На тот период, пока здесь будут устранены все недочеты, чтобы детки могли вернуться и заниматься в тепле и освещении. По словам чиновников, урегулирование ситуации займет всего несколько дней. Где продолжат тренироваться дети, узнаем уже на следующей неделе. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал Репортер.